В Казахстане вводятся меры, принятые на период действия чрезвычайного положения в стране. В сфере образования также происходят временные изменения. Студенты и школьники учатся удаленно. Дистанционное обучение заменило привычные всем уроки в классах. Как теперь будут идти занятия, продолжит рассказывать Валерия Степчук. В связи с чрезвычайным положением в стране предпринимаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Минимизация негативного процесса позволит избежать последствий. В системе образования, как и в других сферах, произошли изменения. В школьных дворах пусто, дети отдыхают на каникулах. Так будет и после того, как они закончатся. Учащийся школ теперь переходит на дистанционное обучение. Привычные уроки будут онлайн. В принципе, в нынешний век технологий это ни для кого не составит трудностей ни для учеников, ни для учителей. В Павлодарской области действует 357 образовательных школ. После того, как закончатся каникулы, дети будут обучаться дистанционно. Уроки предполагают видеосвязь, телевещение, диалоговые, онлайн-занятия. При переходе на такой формат не возникло серьёзных проблем, так как с 2019 года в Павлодарской области шла реализация пилотного проекта по информатизации образования, благодаря чему сегодня имеется возможность осуществления удалённого обучения. Как раз-таки за это время мы успели подготовиться и оснастить компьютерами, и широкополосным интернетом, и цифровыми образовательными ресурсами. Поэтому в этом плане по техническим характеристикам, вопросам у нас вопрос практически решён. Поэтому никаких проблем нет. Стоит отметить, что выпускники школ также находятся на дистанционной подготовке к единому национальному тестированию. В режиме онлайн на бесплатной основе они проходят пробные тесты, изучают материалы по всем предметам. Сроки сдачи ЕНД пока что остаются прежними. С введением режима чрезвычайного положения в штатном режиме работают дошкольные учреждения. Их по Павлодарской области 394. Как показывает статистика, в настоящее время детские сады посещают 23% воспитанников. В случае, если дети не ходят в сад, то места за ними сохраняются. Преподаватели, воспитатели и других сотрудников организации сокращать не будут. У нас этот вопрос стоит на жёстком контроле. Поэтому со стороны руководителей и отделов образования, и самих детских садов сегодня сокращение или отправление в отпуск на бессодержание никаких вопросов нет. И таких жалоб конкретных от физических лиц тоже не поступало. Переход на дистанционное обучение не скажется на заработной плате педагогов. Также это не отразится и на качестве образования. На удалённый формат 16 марта перешли и колледжи университета области. Сегодня студенты активно взаимодействуют с учителями на онлайн-платформах. Проводятся лекции, выполняются практические задания, реализуется самостоятельная работа учащихся.